вы смотрели фильм интерстеллар очень хороший фильм рекомендую сценарий к нему помогал писать кип торн лауреат нобелевской премии по физике благодаря ему даже далекие от науки люди узнали что восприятие время зависит от того как далеко мы находимся от центра гравитации время на высокой горе или на орбите земли идет быстрее чем на уровне моря эта разница очень мало наносекунды но если принять во внимание возраст нашей планеты четыре с половиной миллиарда лет то за этот период время на самой высокой точке планеты опережает время на уровне моря на 39 часов но гравитация влияет не только на восприятие времени она еще может помочь путешествовать в нем минуточку минуточку что сделал машину времени из делориан тот же кип торн в 1988 году в соавторстве с другими учеными опубликовал статью в которой показал что создание машины времени не противоречит современной физике почему мы сегодня говорим о машине времени да потому что именно бегуны первые начали путешествовать во времени пока не понимаете тогда обо всем по порядку физкульты друзья иногда для того чтобы сошла лавина нужно небольшое изменение температуры или просто громкий звук и огромная застывшая масса превращается в энергию силой которая сносит все на своем пути а что нужно человеку чтобы сорваться с места и нестись вперед стать бегуном мы решили спросить нескольких людей какими могут быть причины для того чтобы заняться бегом чтобы выходить если ты заплыл жирком то бег как кардио отлично его сжигает это хорошая кардио нагрузка для сердца чтобы держать его в нужном ритме в нужном тонусе если у тебя давно не было постов инстаграм то бег это отличная возможность для того чтобы запостить чтобы теперь другие начали завидовать напишите вы в комментариях для чего вы начали бегать или собираетесь начать и кстати если вы только собираетесь начать вам поможет наша программа от 0 до 15 подробности тут или по ссылке в описании причин может быть множество но мы собрали для вас 5 самых-самых главных причин по версии канала симпл ран приготовьтесь ведь мир больше никогда для вас не будет прежним откладывать уже некуда ваше время настало и кстати о времени пока ученые спорят о возможности создания машины времени у бегунов она уже есть бегая вы можете замедлять его как будто вы находитесь ближе к центру гравитации и время для вас бежит медленнее чем для всех every hour we spend on that planet will be seven years back on earth кроме того вы даже можете оборачивать время вспять исследование 2018 года показала что два года интенсивных тренировок даже в среднем возрасте увеличивает максимальное потребление кислорода и уменьшает жесткость сердца даже у ранее нетренированных людей это защищает сердце от преждевременного старения вызванного мало подвижным образом жизни в другом исследовании также было обнаружено что тренировки на выносливость замедляли а в иных случаях даже обращали вспять старение клеток а кстати тренировки с отягощениями таким эффектом не обладали мышцы пожилых мужчин и женщин которые делают длительные регулярно физические нагрузки неотличимы во многих отношениях от мышц здоровых 25-летних итог люди которые занимаются бегом как выглядят молодо так и чувствуют себя молодо но практически как дети конечно ведь бег это то что мы можем взять с собой с детства согласитесь лучше брать бег чем памперс вас все устраивает вокруг или что-то хочется поменять недавно при просмотре интервью с молодым ученым батыгиным который доказывает существование девятой планеты в солнечной системе астрофизик рассуждала возможности человечества колонизировать марс марс даже если ты из него сделаешь самую лучшую планету которая она может может быть да то есть и ты максимализируешь потенциал марса это все будет все равно будет полное говно по сравнению с землей реально ли это делать нужно ли это делать ответ нет это не нужно действительно проще навести порядок на нашей планете но как автор философии мирных перемен индийский общественный деятель махатма ганди сказал хочешь изменить мир начни себя мы с вами точно не будем бороться за независимость индии от великобритании мы просто начнем бегать и поверьте все с этого момента вокруг вас изменится изменится окружение вокруг вас появятся новые люди кстати среди бегунов очень много интересных личностей от звезд шоу-бизнеса до глав государств например бегун и по совместительству премьер-министр канады утверждает что бег это лучший вид спорта для очень занятых людей иногда его можно увидеть с главами других государств на пробежке во время их официальных визитов мир вокруг вас заиграет новыми красками вы увидите по-новому свой город и парки откроются с новой стороны и выходя на пробежку в каждом новом месте вы увидите то что видят только бегуны а это значит что вы войдете в не такой уж и большой процент вот немного статистики крупные исследования из ряда стран говорят нам что регулярные физические нагрузки обеспечивают нам снижение риска развития ишемической болезни сердца как минимум на 30 процентов другое исследование более 15 тысяч олимпийских спортсменов из 9 разных стран показала что продолжительность жизни при регулярном занятии спортом увеличилась на три года по сравнению с остальным населением еще более впечатляющая статистику показала исследование 2600 финских спортсменов которые участвовали в элитных соревнованиях их продолжительность жизни составила 75 с половиной лет против 60,9 у обычных людей подобные результаты повторились у бывших участников тур де франц итальянских легкоатлетов игроков бейсбол из высшей лиги и профессиональных теннисистов как мне кажется эти данные не оставляют выбора так забегайте в правильный процент включайте свою голову любой бегун вам скажет что когда бежишь думается легче проще принимать решение когда я делаю длительные пробежки зачастую это самое эффективное время когда все в голове расставляешь по своим местам вы удивитесь сколько положительных эффектов бег создают для нашей головы бег помогает стать умнее американские исследователи обнаружили что регулярные пробежки помогают спокойнее рассуждать а тайваньские ученые определили что 30-ти минутные пробежки помогают работе нашего мозга университете абердина ученые обнаружили что бег увеличивает творческое мышление получить кайф исследования выявили что у бегунов повышенный уровень серотонина который улучшает наше настроение если у каждого будет автомобиль то ни пешком ходить не бегать никто уже не будет конечно будут на ради удовольствия здоровье бегать ради удовольствия такое удовольствие оказалось что бег может быть столь же эффективным как и рецептурные антидепрессанты действует так же как и лекарства приводя к улучшению настроения победить вредные привычки интенсивные тренировки помогают регулировать аппетит ученые полагают что это связано с сокращением производства гормона голода а при сканировании мозга курильщиков исследователи из плимутского университета обнаружили что области связанные с никотиновой зависимостью проявляют меньшую активность после тренировок улучшить память сложно утверждать со стопроцентной уверенностью ведь японские ученые делали этот опыт на крысах но есть все основания полагать что регулярные физические нагрузки улучшают нашу память друзья согласитесь что все эти эффекты хотелось бы испытать не только на себе но на наших родных и близких мы влияем на окружающих нас наши дети родственники друзья коллеги по работе соседи и самый простой способ влияния это личный пример но воспитание например ребенка сила личного примера познается не сразу попробуйте пройти простой тест запишите на листе бумаги правила исполнения которых вы требуете от ребенка затем честно признайтесь какие из этих правил вы не выполняете сами и зачеркните если вы можете показать ребенку собственный пример в незачеркнутых правилах вы можете смело с чистой совестью требовать их исполнения так что если вы хотите чтобы ваши дети вели здоровый образ жизни были активными бегали то лучшее что вы можете сделать подать им пример и вы влияете не только на своих детей ваш пример может быть полезен для ваших друзей коллег по работе соседей просто знакомых возьмите на себя ответственность учить окружающих собственным примером все это звучит здорово не правда ли но было бы неправильно если бы я не сказал о возможных минусов при занятии бегом на самом деле минус 1 начиная бегать вы можете получить травму неправильная техника чрезмерная интенсивность неподходящая экипировка причин может быть очень много хорошая новость в том что всего этого можно избежать вы можете начать заниматься с тренером посещать групповые занятия по бегу или учиться по видео на нашем канале но отличный вариант для начинающего бегуна который совсем такой тепленький только с дивана это наша программа от 0 до 15 вы не только получите подробные рекомендации по технике нагрузки и плану тренировок но также сможете получить обратную связь задать вопросы и вовремя узнать на них ответы переходите по ссылке вот тут или в описании и начните с нового года новую жизнь и раз речь зашла новом году то хочу сказать друзья что для нашего канала этот год был очень насыщенным мы стартовали в конце 2018 года и весь арсенал наших видео прогремел именно в этом 2019 году спасибо что вы с нами весь этот год чтобы вместе с вами отпраздновать завершение большого 2019 года и не менее громкого предстоящего 2020 года мы предлагаем поздравить друг друга и сказать самые важные пожелания на грядущий год на бегу во сне на службе в аэропорту да хоть из космоса просто и открыто наш план такой присылайте видео своего поздравления на адрес указанный в описании к этому видео видео должно быть горизонтальным идти не более 15 секунд прислать видео нужно до 27 декабря мы смонтируем отличный ролик из этих видео поздравлений и выложим его на канале 31 декабря думаю получится здорово если вы досматриваете этот ролик не на бегу и вас еще все что-то смущает я напоминаю что у нас есть приложение помощник для бегунов simple ран для iphone а совсем скоро выйдет для android а также программа по бегу для начинающих от 0 до 15 друзья что-то начать можно только сейчас вчера уже не актуально завтра никогда не наступит действуйте ну а мы бежим в новый 2020 год а Субтитры подогнал «Симон»